Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведущие Анастасия Белоногова и Юлия Рудская. А в гостях у нас сегодня Михаил Струпинский, руководитель группы компаний ССТ. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. В Москве выдалось холодное лето, но сегодня в студии у нас тепло, потому что вы в гостях. Расскажите нам немного подробнее своей компанией, чтобы зрителям стало понятно, почему же у нас в студии сегодня тепло. Ну, прежде всего, естественно, потому что мы все для этого уже сделали. Действительно, наша группа компаний существует уже 25 лет, и все эти 25 лет занимаются в том числе максимальной поставкой комфортного тепла в Москву, в Подмосковье, да и во всю Россию, да и в другие прилегающие к России страны тоже. Вот мы делаем такие комфортные системы, как теплые полы, если видели теплые полы, теплолюкс и другие торговые марки тоже. То есть вы сотрудничаете с разными компаниями по обогреву? Ну, я бы не сказал, что мы... Мы просто делаем продукцию, а эту продукцию же в том числе и другие компании продают или устанавливают непосредственно дома простых граждан, самых обычных, новые квартиры, старые квартиры, реновация жилья. То есть Россия один из крупнейших потребителей этого вида тепла, назовем ее так. Михаил, это какие-то комплексные решения? Можете рассказать поподробнее, как это выглядит вообще? Ну, вообще, это известная штука. Это такие плоские маты или кабели, которые устанавливаются непосредственно в пол, и потом их больше в интерьере не видно, лишь маленький прибор стоит в углу, и вы просто чувствуете приятный... Нет, а если мы берем не квартиру, а вообще, вы же работаете с различными компаниями, с различными отраслями. Ну, вот это уже другая сфера нашего бизнеса и другое производство. Мы производим системы комфорта для транспортировки нефти и газа. Это, прежде всего, нефти и вязких нефтепродуктов. Это система безопасности трубопроводов и резервуаров, которые позволяют, и в том числе и в наших климатических условиях, транспортировать нефть, вязкие нефтепродукты на любые расстояния, переваливать их с наземных мест хранения на водные и другие виды транспорта, ну, и решать многие технологические задачи. На сегодняшний день это одна из самых современных технологий, позволяющих безопасно и эффективно работать с нефтью и вязкими нефтепродуктами. То есть, если я правильно поняла, для нефти нужны какие-то специальные условия, чтобы ее транспортировать? Ну, тепло, да, видимо. А какая температура при транспортировке нефти? Ну, такой, наверное, не совсем ваш вопрос, но, может быть, знаете. Ну, нет, вопрос, безусловно, прямо наш. И дело, ну, если позволите, я на него отвечу по-другому. Просто, во-первых, мало кто себе представляет, как выглядит реальная нефть, особенно сырая нефть, выходящая, добываемая. Ну, да, мало кто ее видел, наверное. Мало кто видел, ну, профессионалы и нефтяники, конечно, видят ее каждый день. И на сегодняшний день это довольно вязкое вещество, часто вещество, которое, если налить стакан и выбросить из него, оно не растечется вообще при комнатной температуре, либо мало, как желе такое, как крем-брюле превратится. Вот, поэтому, представляете, такую вещь надо транспортировать на далекие расстояния, на десятки, сотни километров. После этого она подвергается обработке, переработке, очистке, становится более удобной для транспортировки. Но, тем не менее, есть и такие вещества, как битумы, асфальты и так далее. В общем, в этой сфере такой нежный, комфортный обогрев просто необходим. Иначе эффективно нельзя будет работать с этого рода веществами. Только специалист может рассказать про нефть так, как про крем-брюле. Ну, я стараюсь. Михаил, скажите, а как давно вы вообще на рынке? И в каких городах, странах вы представлены? Где работаете? Мы, в прошлом году нам исполнилось 25 лет. Начинали мы как относительно небольшое предприятие. На сегодняшний день у нас работает около полутора тысяч человек. Это несколько заводов, в основном расположенных в Подмосковье. А работаем мы по всей территории России, в прилегающих странах, в Казахстане, в Белоруссии. И поставляем свою продукцию еще в 47 стран мира. Ого, ничего себе. Да, на сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших предприятий в своей области. А сейчас какие-то существуют поддержки по выходу на экспорт нашей продукции? Ну, мы начинали выходить, когда никаких особых мер поддержки, кроме курса валют, не было. Сейчас, конечно, сейчас можно сказать, что мы чувствуем значительную поддержку от федеральных органов. Да, меры существуют, но в любом случае нельзя просто толкать кого-то куда-то. То есть должно наличествовать объективные условия для выхода на экспорт. То есть высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам, соответствующая международным нормам, привлекательная как по цене, так и по качеству. И затем уже нужны меры. Михаил, а есть ли какая-то отраслевая специфика ваших технологий? Ну, вот на какие-то отрасли сейчас делаете особый упор? Пытаетесь выйти на новые сферы деятельности? Ну, конечно, пытаемся. Тем более вот кризисные и подобные, назовем их так, времена, они всегда порождают, на самом деле, у нормальных предпринимателей ощущение изменившихся условий и, возможно, открывшихся новых возможностей. Поэтому мы, как видим, и новые возможности применения нашей продукции в тех же отраслях, где мы работали, но новые. Например, мы сделали систему подогрева нефти в скважинах, когда это позволяет эту же вязкую нефть более эффективной и с меньшими затратами добывать. Это сегодня довольно важная проблема. В России существует тысячи скважин, где... Нет условий для этого? Нет, где есть нефть, но она вязкая и давление не такое сильное уже. То есть ее там не так много. Но она там присутствует. И если ей немножко помочь, в том числе нашими способами, то, как ни странно, знаете, из уже загашивого источника вдруг начинает что-то появляться. Либо появляется, скажем так, более уверенно и в больших количествах. Это для России, для многих стран это очень важная проблема, потому что вокруг этих скважин уже существует вся инфраструктура. То есть только если нефть появится, больше никаких затрат нести не надо. Поэтому для нефтяников это очень важная проблема. Это работа с трудноизвлекаемыми запасами или с обедненным фондом скважин. Например, вот такая вот вещь. А если не берем нефть, какие еще отрасли у вас есть? Кого еще можно обогреть сейчас? Ну, вы даже не представляете себе, в каких практически везде используется подобного вида решения. Железнодорожный транспорт, авиация, кораблестроение. Сейчас Россия активно идет в Арктику. Идет постройка большого количества кораблей ледовых классов. В том числе и гражданского, и военного назначения, в стиле специального назначения. Россия активно развивает северный морской путь, строятся новые порты. Наверняка эта сфера вам знакома. И, соответственно, наше решение там воспринято и очень достойно. Потому что, естественно, жизнь в Арктике непростая. И поддержка нормальных условий работы очень важна для жизни этих людей. Безусловно, мы, наверное, благодарны вам, что вы принесли к ним такие технологии. Ну, благодарны, да, наверное. Но, прежде всего, мы благодарны им за внимание к нашей продукции, они благодарны нам. Причем, одна благодарность. Я думаю, что правильное выражение благодарности – это нормальные рыночные и экономические отношения. То есть, благодарность в бизнесе, она выглядит, как вашу продукцию покупают. Ну, и востребована. Это самое главное. И довольны после того, как купили. Тоже это очень важно. Потому что, что мы делаем, оно должно служить годы. А на некоторые продукты мы даем пожизненную гарантию. Кстати, то, с чего вы начали, обогрев помещений, на некоторые изделия мы даем пожизненную гарантию. Это довольно серьезная штука. Михаил, я бы хотела коснуться теплых ступенек в подземных пешеходных переходах и вообще социальной безопасности. Как вы помогаете людям зимой? Как ваши технологии помогают людям зимой? Вообще, есть ли что-то, чтобы помочь людям избежать каких-то несчастных случаев, связанных с этим, с сосульками, с теми же? Ну, на самом деле, вы коснулись очень важной темы. Это безопасность людей в наших условиях зимой. В чем специфика российских условий? Все так образно понимают, в чем дело, но не могут это сформулировать. На самом деле, это легко формулируется. В условиях средней полосы, да и других регионов России, Дальнего Востока, есть огромное количество переходов температуры через ноль за зимний сезон. При этом, естественно, возникают условия как для таяния, обильно выпавших до этого осадков, так и замерзания их сразу же после этого. Соответственно, вот довольно примитивная причина всех проблем. То есть, нарастают, нарастают сосульки, нарастает наледь. Что при этом происходит? Резко возрастает опасность для людей. Несчастные случаи. Несчастные случаи, ранения. К сожалению, каждый сезон есть печальная статистика. Михаил, как это предотвращать? Расскажите нам, что нужно сделать? Может быть, к кому-то обратиться? К кому нужно пойти и сказать, что нужно сделать вот это, вот это, вот это? Чтобы несчастных случаев было меньше, чтобы зимой меньше людей падало, никто не умирал под сосульками? Во-первых, надо сказать, что Москва – один из самых обеспеченных подобными решениями городов. Начнем с этого. Во-вторых, такие решения уже много лет, десятков лет существуют. Ну и, естественно, не могу не сказать, что мы являемся одним из основных российских производителей как компонентов таких систем, так и непосредственно самих систем. Потому что все равно компоненты на каждое здание должны подбираться с пониманием. Не совсем индивидуально, но хотя бы с пониманием. Это не такая сложная штука. То есть, если какой-нибудь работник ЖКХ или управляющая компания заинтересуется, они интересуются, и на десятках тысяч домов, зданий, сооружений в Москве все эти системы установлены и прекрасно работают. Поэтому, если вы пройдетесь, особенно по центральным улицам, там этих проблем почти нет, это видно. То есть, достаточно, не просто чисто, значит, убирают, но видно, что и чистые водостойки, нет никакой наледи, нет нарастания. Больше того, есть и распоряжения соответствующие, что собственники зданий, магазинов, они обязаны оборудовать этим входы, въезды, свои навесы и так далее. И все это активно делается. На самом деле, еще раз повторюсь, мы прекрасно знаем европейскую практику, потому что такие же проблемы в Осло и в Хельсинки, и во всех северных столицах. Но я уж не говорю о Санкт-Петербурге. С большим количеством осадков. Да, да. Ну, северные условия, или вот такие вот условия, они однозначно приведут к этому. Да, так это все. Москва один из самых вооруженных городов. Здесь была предпринята огромная программа по глобальному оснащению всех сходов и спусков в метро, которые тоже являются одним из подобных мест, да, где концентрация людей, где наледь может приводить к серьезным очень последствиям. Поэтому практически все сходы и спуски в московский метрополитен оборудованы, ну, могу с удовольствием сказать, что преимущественно там стоит наша продукция. Вот, подобными решениями, они полностью автоматизированы, они не работают круглосуточно, они работают только тогда, когда есть... Когда есть люди. Есть люди, есть прежде всего опасности. Есть осадки, наверное. Есть осадки, есть там есть определенные температурные диапазоны, есть оборудованы всеми датчиками, чтобы, минимально потребляя тепло, то есть это умные системы. Не системы, это просто нагреватель, утюг. Уже не только умный дом есть, но и умное метро. Умный подземный пешеходный переход. Да, да, вы совершенно правы. Умный подземный пешеходный переход, умные железнодорожные стрелки. Эта же проблема есть и там. Например, тоже безопасность транспорта. Трамвайные, например. И в Москве довольно, я бы сказал, руководители, соответствующие, довольно внимательно относятся к использованию таких решений, то есть следят за этим. Конечно, всегда есть что сделать еще. Эти места тоже, я думаю, всем известны или им известны. Но сделано многое, я могу так сказать. Михаил, на этой социальной прекрасной ноте я вынуждена вас ненадолго прервать. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, и снова здравствуйте. В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведущие Анастасия Белоногова и Юлия Рудская. А я напомню, в гостях у нас сегодня Михаил Струпинский, руководитель группы компании «ССТ». Здравствуйте, Михаил, еще раз. Здравствуйте. Михаил, вы работаете со многими странами, поставляете свою продукцию в 47 стран мира. Наверное, видите какие-то нововведения вообще, жизнь в других странах, что-то оттуда черпаете, какие-то новые технологии. Может быть, вы касаетесь солнечной энергии. Расскажите нам поподробнее об этом. Я думаю, что многие страны видят, и многие наши соотечественники, кроме нас. Естественно, определенные аспекты того, чем мы занимаемся, в разных странах решаются по-разному. И я могу просто отметить некоторые моменты, которые могут показаться интересными, как для бизнеса, в том числе для его развития, так и в целом по отношению к тем вопросам, которыми мы занимаемся. В частности, использование, скажем так, электрических видов отопления, одним из основных, которыми мы пользуемся, и которыми мы производим, является система отопления на основе теплых полов. Они в разных странах востребованы по-разному. Если в России это преимущественно комфортный обогрев, то есть когда просто приятно, но главные вопросы обогрева решены центральным отоплением или газовыми, или другими видами топлива. Это приятное дополнение, теплые полы у нас. А да, теплые полы – это комфорт, это просто удовольствие. То в других, во многих иных странах, они используются как основной вид отопления. Прежде всего там, где есть электроэнергия, доступна она. Это в теплых странах или не только? Вы удивитесь, и там, и там. В теплых странах там одни прелести, а в нетеплых странах другие аспекты использованы. Быстро приведу несколько примеров. В теплых странах там довольно короткий отопительный период, поэтому устанавливать полную систему отопления с радиаторами, с водяными… Ну там никто этим уже не пользуется практически. Нет, ну почему? Это нельзя сказать, что все, электричество победило. Но оно активно двигается, особенно, ну, приведу пример, такие страны, как Израиль, просто там Югославия, Греция. В Греции в меньшей степени, там электричество достаточно дорого, но тем не менее, особенно сейчас активно используется солнечная энергия, и как раз в этих странах есть доступная солнечная энергия, и короткий отопительный период. Поэтому для этих стран, например, использование теплых полов как основного отопления, это просто, ну, скажем так, достаточно понятное, прозрачное решение. Преимущество тех технологий, которые мы поставляем, или тех решений, которые мы изготавливаем, в том, что они не требуют никакого обслуживания, они устанавливаются один раз, после этого они их забывают. Они очень легко программируются, очень легко встраиваются в умные дома, в не очень умные дома и так далее. То есть с ними очень удобно работать. То есть не только в новостройку можно встроить теплые полы и теплый обогрев. Конечно, даже себе не представляете, как много приложений того, что мы делаем. От выращивания растений до полного отопления зданий в условиях Арктики. А в холодных странах, там наоборот, например, в таких странах, как Норвегия, скандинавских странах, там основная проблема – редкоживущее население, когда от поселки небольшие, дома отдельно стоящие, много просто отдельно стоящих зданий. И автономные системы, которые не требуют… Ну, какая здесь проблема? Ну, с обслуживанием. То есть люди для того, чтобы обслужить эту оборудование, должны ехать за несколько километров, за несколько десятков километров. Поэтому чем автономнее технологии системы, тем они более востребованы. Понимаете, да, там тепла требуется больше, отопительный период такой же или больше, чем у нас. Но за счет более высокой надежности, нет воды, нет теплоносителя и так далее, более 50% площадей в скандинавских странах отоплено именно таким видом отопления. В России, безусловно, здесь немножко другая ситуация. Здесь у нас действительно много газа, это так. Но и газ все-таки это достояние, поэтому возможно… Нужно им пользоваться. Нужно им пользоваться разумно. Поэтому в регионах, где есть доступное электричество, как-нибудь рядом с ГЭС, там Братские, ГЭС и так далее, есть же регионы, где есть избыток электричества. Использование подобного вида решений было бы очень неплохо социально. Это один из моментов. Есть юг России, где тоже инсоляция великолепная. И отопительный период не такой же большой. То есть это бы сократило издержки для государства. Было бы выгоднее и дешевле? Трудно сказать для государства. Наверное, для общества это было бы более выгодно. Потому что возьмем тот же самый Красноярск. Уголь, известные проблемы с небом. То есть сжигаются углеводороды. И в то же время есть ГЭС, наличествует достаточное количество электричества, которое в ночное время, возможно, не так уж и потребляется промышленными предприятиями. То есть есть даже времена, когда его избыток. Почему бы не перевести этот регион или Красноярск на электрическое отопление? А почему, Михаил? Кому нужно это донести? Кому нужно прийти и сказать, что вот, знаете, было бы неплохо? Кто препятствует этому? Мне сложно сказать. Я не знаю, кого-то одного, прежде всего, традиции. Что нужно менять? Традиции, менять взгляды. Что происходит в наше время? Именно все меняются взгляды. Приходят сетевые решения, облачные решения. Жизнь постепенно меняется. Поэтому единственное, что здесь нельзя кого-то одного упрекнуть. Вот он крючкотвор, и он препятствие всему. Да нет, такого нет. И там, и во всех регионах работают грамотные, умные люди. Но это же серьезное решение, это комплексное, понимаете? Конечно, это значительный переход, нужно перестроиться, нужно, наверное, как-то подготовиться, перестроить инфраструктуру. Вы совершенно правы. Должны быть даже не преференции какие-то денежные, но какой-то вектор, проведенный государством, который скажет, да, это полезная штука, да, это нужно и можно использовать так. Потому что российские нормы во многих случаях препятствуют использованию электрического отопления. Приведу пример. В такой стране, как Франция, большое количество атомных электростанций, свой вектор, выбранный на энергонезависимость страны, в том числе от углеводородов. И, прошу прощения, при достаточно высоких ценах на все, огромное количество зданий, отопленных электричеством. Причем не обязательно даже теплыми полами. Не обязательно, это прям наша технология. Комплексно. Огромное количество зданий. Причем все это экологично, все это грамотно выполнено, все это совершенно нормально выполнено технически, безопасно для людей и так далее, и так далее. И нет никаких там предпочтений, ах, это так, это лучше или это хуже. Рядом стоящая страна Германия. Все с точностью наоборот. Страна выбрала вектор газ или ветряки и подобные виды источники. Где есть доступная электроэнергия возобновляемых видов, там востребована подобная продукция. Где есть газ, естественно, все отоплено газом. Ну, конечно, каждый выбирает то, что ему более выгодно и то, что у него есть. Вы абсолютно правы. Михаил, скажите, наверняка у вас есть конкуренты. Как вы считаете, в чем ваше конкурентное преимущество? Или конкуренты – это только газ? Вы удивитесь. Как и у всех, конечно же, конкуренты есть. Раз это рынок, эта продукция востребована, то и конкуренция обязательно есть. Больше того, с моей точки зрения, без конкуренции. Если не с конкуренцией, значит, что-то ты делаешь не так. Ну, значит, твоя продукция никому не нужна. Значит, ты что-то там такое изобрел, что никому не нужно. Раз никто другой не пытается сделать похожую вещь. Значит, с конкуренцией все нормально. У нас все хорошо. Я думаю, что Россия в нашем виде спорта одна из самых конкурентных стран мира. Если есть страны, где на рынке присутствуют 10-15 компаний, то в России присутствует более 100 компаний, которые, завозя из-за границы, каким-то еще образом поставляют эту продукцию. И тем не менее, каким-то образом мы за эти 25 лет превратились в компанию, которая по независимым оценкам занимает первое-второе место в мире по производству этого вида продукции. Значит, что-то мы делаем неплохо. Наверняка у вас есть какие-то конкурентные преимущества. Можете рассказать какие-то интересные примеры, кейсы по обогреву какого-то, может быть, объекта города, страны? Что-то такое, что вы сделали первые в России, а может быть, и не в России? Ну, в России мы многое сделали первыми. Я думаю, наверное, важно говорить о том, что какие виды продукции мы сделали одними из первых в мире. Я думаю, что к таким можно, ну, может быть, если не первые, то входим в тройку. Это система обогрева длинных и сверхдлинных трубопроводов. Есть такие, в России есть такая проблема, очень большие расстояния. Понимаете, и расстояние, которое тысяча километров для России, это просто полет стрелы. Страна большая, расстояние большие. Да, вы правы. А трубопроводы соответствуют расстояниям, и, соответственно, требуются длинные решения, причем от точки до точки никого нет. То есть, вся эта технология должна быть, как говорят по-английски, heavy duty, то есть, необслуживаемая или обслуживаемая очень, ну, скажем так, небольшим количеством персонала. Поэтому мы делаем одни из самых длинных нагревателей на земле. Это нагреватель длиной 25-30 километров. Это один нагреватель, понимаете? Это довольно сложное электротехническое решение. Или, например, совершенно другая сторона медали. Это вот как раз решение для обогрева помещений. И здесь тоже, как ни странно, это довольно, ну, скажем так, конвенциональная продукция, она давно известная и так далее. Ну, и, в общем, и здесь мы сделали одни из самых современных решений. То есть, мы делаем одни из самых тонких и при этом абсолютно помехозащищенных, электрически устойчивых решений на этой части. То есть, одни из самых тонких в мире. Это толщина порядка по 2-2,5-3 миллиметров. Но, тем не менее, такие же теплые. Теплые, надежные и безопасные. Вот это очень важно. Понимаете, тут тонкость, она всегда приводит к механическому ослаблению. Конечно, проводочки тоньше становятся, уже опаснее. Может что-то перегореть наверняка. Слушайте, вы все поняли. Я любитель теплых полов просто. Не поверить. На самом деле, это, конечно, очень удобно, что тут говорили. Когда мы идем к вам. Вы знаете, мне кажется, даже в Москве сейчас летом не обойтись без теплых полов. Достаточно холодно, включил теплые полы и уже прекрасно, дома комфортная температура. Вы в точку попали. Между прочим, это одно из достоинств этого вида решений. Потому что они дозируемые. Они могут давать каждому и в том месте, где им нужно, ровно столько, сколько нужно. В этом смысле они очень удобные. Они не занимают места. И вот в такую погоду просто незаменимы. А сможем ли мы когда-нибудь вообще отказаться от электричества и перейти на теплые полы? Они будут достаточно как-то регулироваться и отапливать всю квартиру? Ну, сами теплые полы потребляют электричество. В этом смысле вряд ли нам удастся отключиться от розетки. От отопления, да. Да, от отопления. Мы имеем в виду от газового, от центрального отопления. Да, от центрального отопления. Вы знаете, вы, вероятно, можете отключиться уже сегодня. Сегодня оно уже не работает, к сожалению. А вот мы, имею в виду всего общества, я думаю, это все-таки маловероятно в таком глобальном масштабе. Потому что у нас климатические условия, да, наверное, не позволительные. Традиции, прежде всего. У нас создана вся инфраструктура для центрального отопления. Есть ТЭЦ, есть система подвоза углеводородов и так далее. Но я, допустим, если вы услышали, я, например, не сторонник того, что надо всем переходить на теплые полы. Теплые полы, естественным путем, сейчас занимают свою нишу. Но есть регионы, мысль моя была такая, есть регионы, где вот прямо это отличное было бы для них решение, идеальное. Но они традиционно идут все по тому же и по тому же пути. То есть не надо думать, что есть единая панацея для всего на свете. А потом действительно и газ, и уголь для России – это богатство, это то, что есть. То, чем мы гордимся. Да. Но если мы можем беречь, сберечь 10-15% этого богатства для каких-то других целей, возможно, это было бы и востребовано, и было бы правильно. Михаил, спасибо вам большое за такой интересный и теплый рассказ. Надеемся, что в Москве и везде скоро потеплеет, будет достаточно комфортная температура. Дорогие друзья, в эфире была программа «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Михаил Струпинский, а вели программу Юлия Рудская и Анастасия Белоногова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова